Кто полжизни попрошайничал, уже не отвыкнет, а кто подсел на стероиды, уже не спрыгнет, ибо ощущение силы, мощи и всемогущества, которое они дают, будет манить всегда. Привет, перекачанные беляшики! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на десятку известных бойцов, которые использовали стероиды, по крайней мере с этим согласно большинству фанов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Лошадь узнают в езде, а бойца в бою. Эктор Ломбард – настоящий боец, который при росте 175 см имеет около 84 кг сухой мышечной массы, хотя в самом бою вес доходил и до сотки. Начинал Эктор как дзюдоист и, будучи трехкратным чемпионом Кубы, решил попробовать свои силы в ММА. И не зря, ведь несмотря на базу борьбы, он обладал невероятно взрывными и мощными ударами рук, которые направили немало клиентов к стоматологам, за что он наверняка получил от них благодарность в рамочке. Этот монстр успел подраться в Прайде, Беллаторе и UFC, в общем везде, где можно было безнаказанно отбивать бошки людей. Кстати, его фамилия Ломбард этому способствовала, ведь он забирал золотые зубы поверженных врагов в залог. Несмотря на то, что он заявлялся в весовые категории от 77 до 84 кг, в клетке он выглядел намного больше, чему, конечно, способствовали не только базарные чебуреки, но и волшебные препараты. Как бы там ни было, но мужик настрелял 47 боев, из которых 34 выиграл. Сталь закаляется огнем, а боец ударами. Особенно, когда ты здоровый, как огар, и сам не против эти удары раздавать. Алистер Оверин при росте 193 см весил под 120 кило, хотя начинал карьеру на вид, будучи обычным парнем под 85, что для его роста выглядело даже дрыщаво. Но проведя пару поединков, парень понял, чего ему не хватает. И какой-то боди-мать его билдер познакомил его с волшебными шприцами, дающими красивый вид и мегасилу. А учитывая, что навыки ударки у Алистера были на высоте, мы получили монстра ломающего черепа. Это действительно легендарный боец, который дрался с лучшими бойцами своего времени, и немало из них одолел, как в К-1, так и в ММА. Всего Оверин провел 79 боев, 56 из которых выиграл. А это вам не шутки прибаутки, а реальные замесы, где могли и бубенчики отбить, и ногу в обратную сторону повернуть. Лучше быть головой тигра, чем хвостом гадюки. Но есть такие ребята, которые хотят быть первыми не только на деревне, но и во всех городах. Рост Бобби Лэшли 191 сантиметр. При этом росте он весил 130 килограмм бодибилдерского мяса, которое может работать как мясорубка в клетке. Несмотря на то, что Бобби начинал свою карьеру как рестлер, а мы знаем, что это такое, и был там чемпионом, после завершения карьеры он решил не растрачивать с таким трудом нажранные килокалории и пустил их для уничтожения людей. Но в боях он был парень что надо и месил людей, как комбайн высохшая сена, не сожалея опущенных в расход мышах на поле. Его нехилый рекорд составил 15 боев, из которых 13 он выиграл. Дикий жеребец не сможет жить в стойле, как и уличный боец в рамках клетки. Но это не точно, ведь Кимбо Слайс смог. При росте 188 сантиметров и весе 105 килограмм он уничтожил ни одного здоровяка в уличных боях, благодаря которым, собственно, и стал популярным. А после того, как его видео набирали миллионы просмотров в ютуб, конечно же его пригласили в UFC, ведь с такой базой фанов боец уже приведет на свои бои зрителей, так как многим хотелось увидеть, что сможет в клетке уличный убийца. И что тогда смог, ведь даже лук из гибкого дерева пронзает стрелой железа, а Кимбо из 8 боев пронзил 5 соперников, забрав их души себе. Лучше прожить один день на этом свете, чем тысячу дней в аду. Поэтому серьезные ребята делают каждый свой день незабываемым. А что может быть более незабываемо, чем победа в боях? Мариуш Пудзяновский при росте 186 сантиметров имел вес 140 кило отборного бройлерного мяса. Именно с таким весом он становился самым сильным человеком на планете. Причем 5 раз. Но настоящему Кинг-Конгу всегда мало бананов, поэтому он пробует кокосы, хоть они и ломают зубы. Так и наш Мариуш решил попробовать себя в ММА, исхудав до 120 кило, чем очень расстроил бабушку. Но в клетке ему это точно помогло. Несмотря на свою деревянность от долгих лет тягания нереальных весов, он неплохо засыпал противника ударами и давил массой, как бык осеменитель удойных телочек. Именно такой тактикой ему удалось получить 13 побед из 21 боя. Ложь не имеет ног, но обладает быстрыми крыльями. А все, что говорят про Кевина Рендалмана, почти правда. Но это не точно. Рост этого дикого монстра 175 сантиметров, а вес около 95 кило. И это все наработано, конечно же, на домашних яйцах, куриных грудках и бабушкиных пирожках с козьим молоком. Кевин начинал свою карьеру как борец в университете, но потом понял, что с таким бешеным характером и динамитом в кулаках нужно трощить черепа, а не только ломать руки. Свою популярность Рендалман заработал в легендарном Прайде, где побеждал таких бойцов, как Крокоп, Ямамото и ряд других. Но в списке его соперников также были такие легенды, как Чак Лидл, Бас Рутен и Федор Эмильяненко. Хоть им он и проиграл, но в сердцах фанов навсегда останется его дерзкая манера входить в зарубу, как обезбашенный городской на сельской дискотеке, где приходится рубиться одному против пяти, да еще и с граблями или с косами. Всего Кевин провел 33 боя, 17 из которых выиграл. Любая женщина кажется красивой в полной темноте, а любой здоровяк суперубийцей перед зеркалом. Но включи свет, и женщина станет той, кем она есть, а здоровяка запусти в ринг и поймешь, кто он на самом деле. Бобса по прозвищу Зверюга при росте 196 см имел вес 160 кг. Это настоящая гора мышц, которой достаточно было спотыкнуться и упасть на противника, чтобы покалечить или задушить. Несмотря на то, что сейчас Бобби имеет славу отменного мешка с гнилой картошкой, который разве что дают детям поколотить палками, в начале своей карьеры он подавал неплохие надежды, особенно победив дважды Эрнеста Хуста. Но потом все стало на свои места, и он немало выгребал за свою бойцовскую карьеру, так и не доказав миру, что внешние данные – это путь к успеху в боях. Но зато он доказал, что это путь к успеху в кино. Всего по ММА Кейуан Сап провел 61 бой, из которых выиграл 24. Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого. А иметь в друзьях такого монстра, как тот Даффи, вообще жир, ведь тогда ты сразу становишься авторитетом всех кабаков района. При росте 191 см, эта машина по выбиванию зубов имела 100 кг сухой, функциональной мышечной массы. Тот начинал свою карьеру как боксер, но потом узнав об ММА, пошел туда и, одержав 5 побед без поражений, получил предложение от UFC, где его первым соперником был Тим Хейк, которого он отправил в разведку к праотцам за 7 секунд, установив рекорд самого быстрого нокаута. Но даже вьюга рано или поздно заканчивается, поэтому встреча с Майком Руссоу, а затем и Алистером Оверимом не были такими радостными. Всего тот провел 11 боев, 8 из которых выиграл. Купец купцу враг, а качок качку друг, ибо страховка в тренажерке – это святое. Джефф Монсон при росте 175 см весил около 110 кг. Это очень известный боец ММА, который является двукратным чемпионом мира по борьбе и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Имея рост всего 175 см, ему нужна была огромная сила, чтобы сражаться с гигантами тяжелого веса. И он ее получил, тягая железо и покупая волшебный нектар у инструктора по бодибилдингу в коптерке. Несмотря ни на что, Монсон является отличным борцом, за что его и подписала UFC, где он себя и проявил. Хоть ударка у него была очень слабенькой, а противники габаритами не уступали, он подбирал к ним ключик своими филигранными клешнями. Но несмотря ни на что, Джефф настоящий монстр ММА, у которого за плечами 87 боев, 60 из которых он выиграл. Люди с большой головой умны, а с большим сердцем добры, а с большими мышцами сильны. Но это не точно. Брок Лесснер при росте 191 см весил 120 кило отборных свиноговяжьих мышц, что делало его особо устрашающим для противников. Правда, в начале его карьеры эти противники были из рестлинга, и бояться им нужно было по сценарию. Но потом все изменилось, ведь он попал в ММА, где вокруг его персоны было немало споров, колет ли он волшебные эликсиры или ест озверин. Хотя многие скептически относились к бойцу из мира шоу, но Брок доказал, что он умеет не только разгоняться, отталкиваясь от канатов, но еще и всаживать носоломающие удары. Лесснеру даже удалось стать чемпионом UFC, забрав титул у Рэнди Кутюра. Всего этот титан провел 8 боев, 5 из которых выиграл, завершив свою карьеру после поражения Алистеру Овариму. Пишите в комменты, какой рост и вес у вас. Ну и конечно мы все поверим, что это отборные мышцы. Также вы конечно можете написать в комменты еще с десяток бойцов, которые точно сидели на волшебных инъекциях. На что я вам отвечу, что 80% бойцов, если не больше времен Прайда, сидели на чем-то интересном. Ведь тогда были такие времена. Да и сейчас таких бойцов немало и это их выбор. А нам как зрителям нужны только зрелища. Продолжение следует...